В Одессе презентовали антикоррупционную карту ремонтов, где отмечены все городские объекты, на которые были выделены бюджетные средства. Благодаря такой онлайн-карте любой гражданин может увидеть, сколько именно денег потрачено на его дом, парадную, больницу, школу и так далее. И соответствуют ли расходы качеству проведенных работ. Теперь чиновникам воровать станет сложнее. По крайней мере, так утверждают общественные активисты антикоррупционного офиса, который представили Одессе там только что созданную интерактивную карту ремонтов. Она так и называется – антикоррупционная карта ремонтов, на которой точками отмечены все объекты, на которые выделялись средства из городского бюджета. Сайт работает автоматически, вывантаживает через алгоритмы информацию с прозора и в режиме нон-стоп постоянно дает доступ к этой информации людям, причем в удобной форме. То есть, они могут зайти на мапу, посмотреть, сколько денег выделено на их дом, на их садочек, на их школу, на детскую площадку близ них, сколько выделили ремонт дороги, которые проходят через них. То есть, в удобной географической форме это сделано. И дальше мы будем еще улучшать алгоритмы для того, чтобы, возможно, далися другие спорты, не только строительство, а, возможно, и другие закупивания также будут доступны. Речь идет о любых ремонтных работах, будь то ремонт дороги или же замена окон в подъезде вашего дома. И, к слову, многие будут неприятно удивлены, во-первых, тем, что у них вообще что-то ремонтировали, ибо списать средства в Одессе могут и безо всякого ремонта. И, во-вторых, убедиться, насколько сами работы соответствовали выделенным на них средствам. И, к слову, большинство людей не знает, что именно должно быть сделано за их деньги. Фактически за их деньги, за деньги бюджетные, которые имеют их деньги из их податков. То есть, когда людям, например, сделали в подъезде векна, они рады, потому что хоть что-то сделали, но на практике может быть, что должны были сделать еще больше, но они этого не знают. Так вот, чтобы они знали, что самое, какую качество, как должно было сделать, чтобы они могли больше легко узнать об этом, создана эта карта. В случае невыполнения или некачественного выполнения работы любой горожанин сможет зафиксировать этот факт с помощью комментария или фотографии объекта. Это инструмент прозорости закупивания. Как этим инструментом будут пользоваться граждане, это уже зависит от них. Но мы даем им информацию, ту информацию, которая руками была закрыта, и люди не могли узнать о никакой форме, сколько денег выделили на их дом. Мы сейчас стыкаемся с тем, что люди уявления не имеют, что у них вообще что-то ремонтировалось. Например, я вчера проводил тренинг по работе с картою, пришел человек и говорит, что я сдивованный. Я вижу, что каждого года около 50 тысяч гривен выделяется на ремонт электрики в моем доме. Весь этот час я вижу, что обменяю только лампочки. На что идут такие величезные деньги? Он говорит, что я вообще не знал, что эти ремонтные работы у нас происходят. Теперь мы вместе будем запитывать документацию, акты выполненных работ, и посмотрим, где именно эти деньги были вкрадены. И почему люди не чувствуют, а что им надают какие-то услуги и какие-то ремонтные работы. Ну и самое приятное в этой новости то, что благодаря такой карте уголовные производства в отношении недобросовестных подрядчиков или чиновников могут стать для них суровой реальностью. И, возможно, хотя бы такие перспективы заставят воровать этих господ чуточку меньше.